Базар ТВ представляет с 2016 года такой типичный пример телефон поставляется вот такой вот коробки всякие характеристики логотип АОКТЭЙ давайте посмотрим что входит в комплект в комплекте у нас сам телефон зарядное устройство несъемное с микро-USB ток зарядки 550 мА из технической документации да кстати аккумулятор еще аккумулятор емкостью 970 мАч и похоже на B4C от Nokia разберемся из технической документации у нас информация о комплекте поставки гарантийный талон а также руководство производителя на русском языке убираем лишнюю в сторонку точнее в коробку итак сам аппарат по внешнему виду он красивый довольно таки красивая раскладушка сразу с наклейкой на экран снимем пленку посмотрим сначала в закрытом виде внешний вид и его компоненты спереди у нас камера на 0.3 мегапиксия в принципе чудес ожидать не стоит есть два индикатора событий это первый индикатор сообщения оповестить о звонке и смс сообщении а также второй индикатор аккумулятора когда заряжается горит индикатор оба индикатора красного цвета есть даже вспышка скорее фонарик логотип логотип укатей по бокам micro usb для зарядки и возможно подключение к компьютеру поддевалка для снятия задней крышки 3.5 мм аудио разъема для наушников качейки регулировки громкости это жирный плюс данного аппарата поскольку сейчас многие кнопочные стращаются без качейки регулировки громкости а вот здесь постараясь что в принципе молодцы сзади динамик и логотип укатей в открытом состоянии выглядит так это у нас спереди разговорный динамик 24 дюйма экран 240 на 320 пикселей и вот такая вот клавиатура возможно где-то спереди находится микрофон давайте откроем заднюю крышку просто покажу как открывается просто некоторые моменты я скрою чтобы не поить идентификаторы телефона имей вот так вот открывается задняя крышка снимаем заднюю крышку сейчас немного отойду чтобы скрыть лишнюю информацию секретную скажем по крайней мере итак два слота для сим-карты что первой сим-карты что второй сим-карты оба сим-карты микросим так что обращайте на это внимание две микросим-карты и разъем две карты памяти микро SD до 32 гигабайт сейчас я попробую подставлю симку точнее сим-карты так как у нас двухсимочный житие фон правильно в ряде европейских стран существует также односимочная версия аукатри 2053 x вот я поставил сим-карточки вставляем аккумулятор закрываем заднюю крышечку до щелчка смотрим чтобы никаких щей не было вроде никаких щей я не вижу то есть я полностью закрыл аппарат достаточно плотный ну конечно в епи есть конечно люфт но тем не менее за 1990 такой аппарат в принципе очень даже неплох кнопочный телефон раскладушка кому как открываем телефон и включаем ну вот телефон включился приветствует рабочий стол включается и выключается также нажатием и удержанием красной кнопки понятное дело что обычный телефон звонилка так вот посмотрим основное проверяем разговорный динамик на максимальной громкости тут такие вот опции есть ставить чего пауза подождить команды такие нажимаю на зеленую трубку телефон предлагает выбрать с какой сим-карты звонить и если сим первый и если сим второй но я попробую сим второй также нажму на зеленую кнопку вызова вот происходит сим два вызов программа мегафон закрылась 29 января мы рады предложить вам новый сервис персональные предложения из функции есть запись разговора настройка регулировки громкости можно вверх вниз и также регулятор громкости отключить звук это естественно выключить микрофон завершаем звонок итак на главном экране на рабочем стое если влево вправо двигать по навигационной клавиши можно двигать по менюшкам быстреньким это вроде как вызовы сообщения фонарик и будильник но это конечно потом рассмотрим через меню но тем не менее это так ну что ж настало время рассмотреть меню данного аппарата меню выглядит таким образом в первую очередь идет контакты сообщения вызовы фильтр вызовов камера инструменты мультимедиа настройки и файлы записная книжка очень простая ничего не добавлено но сразу говорю что простая записная книжка телефон 71 72 телефон тут можно только имя номер и отдельно звонок то есть мелодия отдельно на контакт можно назначить по памяти тут параметры отображения все и телефон и 71 и 72 быстро набор мои номера сервисные номера в зависимости от симок ну и состояние памяти до 300 контактов можно хранить в записной книжке итак сообщения сообщения довольно-таки простое вот так вот выглядит текстовое сообщение в таком вот виде написать сообщение это поя кому а это поя написать сообщение давайте продемонстрирую вот так вот выглядит текст ммс не поддерживается по понятным причинам нет доступа к интернету кстати ура ура и еще раз ура на этом телефоне нету интернета лишнее беспокойство не будет добавить эмодзи что это за слово такое новое популярное новомодное такое это у нас улыбочки еще даже смайки а тут эмодзи назвали странно как-то по новомодному скажем ну ладно но смс есть и это радует но 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 вот по настройкам могу показать отчет о доставке сохранить отправленные место хранения а по памяти 50 сообщений это очень мало но тем не менее это так это у нас журнал звонков добавить черный белый список черный список это нежелательные звонки нежелательные номера белый список только скажем так разрешенные номера фильтр вызовов чего кстати немножко радует это вот черный список и белый список напомню еще раз черный список это нежелательные номера а белый список только желательные по спискам и все по настройкам можно тут не все так просто либо черный список либо белый список вот так вот по поводу камеры камера 0 и 3 мегапиксия давайте вот по бокам да ну и 3 мегапиксия вот я выставил нормальное разрешение как бы но камера здесь зачем конечно говорить но тем не менее это есть задержка эффекты дополнительно это тоже вызов такой вот настройки качество изображения подавления полос звук затвора автосохранение попробую сфотографировать что я но кстати сразу скажу 34,5 килобайт всего лишь памяти телефона однако можно расширить при помощи карточки так вот фоткает не сохраняем конечно же запись видео 3gp формате только пишет музыка даже есть это наверное запись голоса требуется sd карта вспышка максимально 320 на 240 пишет на этом телефоне также есть эффект инструменты есть диктофон диктофон пишет так вам так и в формате амер и вав пишет в телефоном качестве так что останавливаться конечно не будем но диктофон есть диктофон и это хорошо конверта только вес и длина будильник тут всего лишь пять будильников включение выключение с помощью центральной кнопки а кнопка изменить это у нас время мелодия тут один и мелодии будильника об этом как-то в отдельном видео полностью остановимся но тем не менее но очень громко играет это потом конечно проверим как звучит в мелодии звонка есть отложить от 5 до 30 минут и повторять один раз ежедневно и по будням такие вот можно настроить как хотите это выборочно получается после изменения нажимаем ok сохранить да какие нажимаем и автоматом включается будильник есть еще вынесено мировое время кстати мировое время есть отдельно календарь и вот так вот выглядит календарь причем с добавлением событий да да это у нас тема таком исполнении мелодия будильника сразу понятно можно создавать задачки калькуриатор вот так вот выглядит калькуриатор с памятью m плюс mc это стереть мр добавлять на экран м по моему минус если ты крем тут можно и так и так простенький такой вот калькуриатор минус это у нас решетка отрицательное число точка является кнопка звездочка есть даже bluetooth чего конечно радует для перекидывания файлов фонарик давайте хотя бы немного продемонстрирую вот такой вот фонарик что-то подсветить можно конечно же смотрим дальше звуковое напоминание вместе с диктофоном этого допустим добавить записываем допустим потом вот сохранено ставить запись нажимая окей тут имя дата время и тип один раз и ежедневно такое вот голосовое напоминание сохраняем тут после нажатия окей все это добавляется но мучить конечно не буду мировое время это один и такой вот пункт добавить google а тут много городов всего лишь типа сюрих и тогда я 7 меню это услуги сим карты в зависимости от вашей сим карты а также есть функция ложный вызов установить имя вызова установить время вызова настраиваемые это секунды и еще из 5 минут и еще из 15 минут и еще из 30 минут настраиваемые это вот 60 по умолчанию но можно попробовать 5 для демонстрации режим ложного вызова мелодия состоянием включается ложный вызов и сейчас вот будет освещиваться на экране вот таком вот виде можно назначить ее номер в качестве имени и само же имя имитация входящего звонка мультимедиа есть галерея тут хранятся сохраненные фотографии музыкальный прегрити выглядит вот так добавить установить как лингтон сигнал будильника и воде звонка перемешивания это случайный порядок повторение настройки что у нас по настройкам есть эквалайзер таких как стандартный классика концертный зал джаз рок мелодичный рок bluetooth стерео наушники в смысле bluetooth гарнитура так вот выглядит музыкальный прегрити простой видео это у нас хранение видеоклипов скажем полноэкранный режим настроить яркость повторение перемешивания и тому подобные вещи видеокамера но это конечно по камере посмотри так что останавливаться не будем радио а вот тут уже другой разговор радио поддерживаться только наушники но я попробую какой-то наушник использовать сейчас подключу гарнитуру точнее наушники как раз таки у меня большие для теста включаем радио так вот выглядит так не надо нам поиск станции назад уже нажал так вот выглядит радио фоновое воспроизведение можно записывать записывать фрагмент радио станции но какого качества будет это он пишет в формате сейчас потом посмотрим так вот работает радио это и весь мультимедийный функционал смотрим дальше вот по музыке сейчас вот громкий динамик если честно но это еще проверим в хорошем качестве пишет нефть телефоном таком вот смысле и так у нас профи и настройки телефона настройки вызова в сеть экран безопасность восстановление заводских настроек нормой безопасности не буду трогать потому что там имейс сразу высвечивается но тут информация просто о телефоне об общем регламенте по защите данных профи есть обычный без звука вибрация режим в самойете вот как раз таки проверим звук тип сигнала рингтон вибрации довольно таки вот такая настройки громкости максимально 6 другие оповещения звук клавиш такой вот звук клавиш сигнал низкого заряда мелодия включения выключения звук набора номера звук открытия звук закрытия вот о чем я говорил можно конечно выключить чтобы не раздражал звук проверяем мелодию тут три мелодии и сообщение и будильника и сигнала вызова проверяем но динамик конечно очень громкий я думаю пропустить звонок довольно таки невозможно такой вот громкий звук но паэйфония конечно визжащая пищащая смотрим дальше по настройкам настройки телефона это время дата так вот это выглядит панель виджетов при необходимости можно выключить и панель уберется можно настроить виджеты и изменить порядок виджетов язык ввода тут языков несколько это английский русский эстонский латышский ятовский и украинский автоматическое включение выключение телефона можно задать настраивать ежедневно один раз по будням авто включение авто выключение управление питанием тут процент заряда можно узнать настройки вызовов есть биггинг то есть это чечки вызовов можно узнать сколько проговорили настройки сим-карты есть режим ожидания сим первая сим вторая можно включить отключить ответить используя исходную сим-карту вызовы смс как хотите задать имя сим-карты можно имя сим-карты задавать как хотите периодисация вызова между сим-картами но это конечно не буду этого делать и вам не советую радиомода здесь один периодисация тут обычная периодисация звонков ожидание вызова в зависимости от оператора запрет вызовов тоже в зависимости от оператора скрыть номер тоже зависит от оператора есть еще другое напоминание о длительности вызове автодозвон вибрация присоединения автоответы для отклоненных вызовов автозапись голосовых вызовов то есть это и есть автозапись разговора сеть это у нас автоматом ее вручную выбрать сеть но не интернет интернета здесь в помине нету экран тут обои есть только одна картинка блогом можно свои поставить главный экран настройка главного экрана отображение контраст это естественная яркость подсветка экрана от 15 секунд до 10 минут подсветка клавиатуры настраиваемая и е включена и выключена безопасность это пин-код сим-карты пин-код 2 изменить блокировку телефона введите код по-моему раз два три четыре что я да раз два три четыре у аукатэя стандартный пин-код этого телефона можно при необходимости изменить блокировка приложений что у нас блокировка приложений это вызовы, сообщения, камера, контакты, файлы и тому подобные вещи автоблокировка клавиатуры от 5 секунд до 5 минут блокировка экрана используя клавиши отклонения фиксированный набор так называемый это у нас FDN то есть разрешенные номера установление настроек до заводских нормы безопасности и обобщем регламенте и последний пункт это у нас файлы больше пунктов здесь нету вот у нас телефон к примеру ударить детали изменить тому подобные вещи управление файлами 34,5 килобайт свободной памяти то есть очень маленькая память вот такой вот в принципе телефон у нас получился от компании Alcate Alcate One Touch 2053D с двумя сим-картами и красивым внешним видом так вот закрывается открывается такая вот раскладушка кстати могу сказать на всякий случай процессор здесь используется сплетрум SC6531 по какой-то информации сплетрум SC6531 ну что ж выключаем аппарат Итог Alcate One Touch 2053D это простая но красивая раскладушка в таком вот внешнем виде и с индикаторами сообщений и звонков ну и заряды батареи вот такой вот принципе Alcate за недорогую цену раскладушка вполне себе ничего так на этом все всего хорошего оставайтесь с нами вместе с телеканалом базартово если хотите подписаться на канал чтобы получать новые видео и обзоры то вы можете подписаться на канал и поставить на колокольчик чтобы получать уведомление о выходе новых видео на канале базартово ну что ж всем большое спасибо вам за внимание всего доброго и до свидания